Почти 10 дней без газа и горячей воды. В таких условиях оказались и жители домов по улице Айвазовского в Махачкале. А все дело в том, что мусороуборочная машина повредила газовую линию, которая питала местную котельную. Специалисты Газпром газораспределения Махачкала были готовы устранить аварию в короткие сроки, но тут что-то пошло не так. Кто или что помешало специалистам вернуть газ в дома жителей, попыталась разобраться Сакина Атмалаева. Горячей воды нету. Вот жара с кастрюльками, тем более дома ремонт. Представьте себе, что это творится дома. 34 многоквартирных дома остались без горячей воды и 8 частных без газа. Таков итог невнимательности водителя мусороуборочной машины и дальнейших действий местного предпринимателя. По её требованию газовикам пришлось прокладывать 250 метров трубы в обход вместо 70. Как утверждает женщина, на это у неё есть все права. Вызвали они полицию, полиция стояла, я показала все документы и сказала, эти люди кто такие, потребуйте у них документы, потребуйте планшет, согласованный архитектором города, что она должна проходить по моей территории. Потребуйте. А я тут хозяйка города, я эту трубу уже больше соединять не даю. Они точно так же, как было, хотели соединить. Я говорю, нет, я не даю соединять. Проводите группу закона, как положено, согласуйтесь с главным архитектором, мэром города, проведите, оплачивайте городу. Женщина утверждает, что эта тяжба с газовой службой у неё длится много лет и ей просто не оставили другого выхода. Многочисленные обращения с 2006 года всегда оставались без внимания. Этим вопросом занималась не меньше шести лет. У меня все инвесторы, которые должны были здесь строить, все убегают. Уберите газовую трубу, уберите вот эту верхнюю линию. На мини тоже у меня будет сейчас скандал. Эта линия тоже сверху, она её пользуют как левую, когда надо, включают, но не убирают. И она не принадлежит ни электросети, ни электроэнергии, никому, нету на балансе. Этой трубы тоже нет на балансе. По данным газовых служб, труба высокого давления проходила по этому участку задолго до того, как Бахерат стала её собственником. И только после покупки земли она стала предъявлять свои права. Решить вопрос действительно было сложно из-за того, что труба не на балансе махачкалинского филиала «Газпрома». Но это не даёт ей права без предупреждения самовольно почти на 10 дней лишать жителей микрорайона горячей воды и газа. Она до того, как вот это своевольничать, самовольничать по отношению к газовым трубам, она должна была с решением сюда обратиться к «Газпрома» газового управления Махачкала, чтобы произвели перекладку газопровода или вынос с её территории. И мы сами даже, если делаем какие-то работы, мы должны уведомлять людей, людей с средствами массовой информации, через средства массовой информации, чтобы за 10 рабочих дней, что будет отключение. Правовую оценку действиям Бахера служба намерена дать позже. Готовится материал суд. Что касается проблемы отключения воды и газа, то её положительно решили сегодня. Сагат Малаев, Руслан Салихов, Марьяна Масуева. Время новостей.